так друзья всем привет вы на youtube канале магазина улей меня зовут александр мы во франции на выставке для пчеловодов пойдем покажем самые интересные моменты не будем снимать спины и как мы там ходим бродим потому что выставка в германии не выложили из-за того что очень некачественно сняли поэтому будем показывать только самые интересные вещи пошли вот такая штучка скоро у нас появится в магазине пластиковая боковушка у нас она чуть-чуть по-другому выглядит но принцип работы тоже то есть боковая рамка боковая планка пластиковая упоры для нижней и верхней планки вот она уже да в собранном вот так вот выглядит медовая рамка то есть практически боковые планки не убиваемые останется пчеловоду сделать только верхнюю или нижнюю планку у нас у нас по-умному будет у нас эта штучка развернута в другую сторону до пластикового щена у них сразу есть варианты с наводчинным воском то есть как разговаривали с продавцом он говорит а вообще не проблема у нас эта машина делает то есть брошь и и пластик и вставляешь вулей так а вот этот классные штучки такие долго мы выпытывали консультанта в общем это биджим то есть леска вставляется в литок пчела проходит ну я так понимаю тут маленькое расстояние пчела проходит цепляет жук на жука клеща воро извините и клещ отпадает но не знаю насколько эффективно но интересная идея а это тест тестер тестер на гнилец в этом то есть или на гнилец или на расплод да на американский гнилец вот и ну то есть вы берете получается берете личинку вклад в баночку где-то внутри да да личинку в баночку с каким-то веществом колотите и на тестер вешаете то есть и как женские ойка тест на беременность только или позитивный или негативный интересное тут какие-то шарики для того чтобы размешать этот смешать да ну чтобы личинку с нож такой на джера похож формой и длиной но гораздо тоньше и гораздо этот тупее да ну не сильно острый станок для осеменения маток леруа апикультур но не из нержавейки германии потом по дороже выглядел капилляры то есть для наркоза насколько я смотрю ну вот цены да у германии по моему там вот не так же примерно то же самое ну то есть от полторы до двух тысяч евро зависимости от конфликт комплектации это не а это не место куда не ну так в германии он как-то получше выглядел так а вот сперли у мелисы идею все фоткаются тоже с этим большим дымарем вот интересно решение стол то есть для экономии металла но очень большой угол сделан и почему-то под углом стоят две сетки для заброса мелкая большая стоят под углом то есть она но сетка так себе исполнение не похоже на европейское качество да очень много ацетоников причем разных форм и вот нам понравились вот такие вот красота красивые пластиковые то есть прозрачные все видно очень интересно фильтр сразу то есть вы наливаете фильтруете и испускаете так вот такая штука как мы разобрались то есть сюда ставятся рамки такая карусель перед распечаткой рамки поставили и берем одну другую распечатываем вот тут какой-то решение для обработки от клеща биовид то есть у них есть шприц с жидкостью шприц классный дозатор и есть вот такие вот у нас он добрый пасечник такого плана что-то делать типа салфетки материал такой как этот тряпочкой продают так смотри так получается где чем обработка но это продавать ну да типа инструкция так вот обрабатывать этому автоматическим шприцом это сублиматор ну да да очищать улья но интересное решение типа да тест так компания cda линия по фасовке фасовка и сразу наклейка этикеток ну давай сломай едет баночка остановилась по фасовала получила свою этикетку и приехала конечный пункт назначения подошли к производителю канди вот делает канди из с пыльца да где-то там собирается в каком-то регионе вот что понравилось вот такая вот штучка такие пластиковые штучки для канди то есть штырьки пробивайте и оставляйте место для того чтобы пчела забрала канди это для а вот да рожек для дымаря просто картонка с какой-то травой внутри так со светом ребят сублиматор только чем идея долго вы стояли 12 вольтовую такой тяжелый но идея в чем он бандер но он я свет очень сильный от одессы короче он под крышу ставится на крышу и обрабатываются сверху обрабатывается сверху то есть чтобы он как говорит производитель не нагадаться лишний раз очень удобно ставить и вынимать вот интересная идея так почти прошли мимо и заметили нас привлекли вот такие вот баночки красивые а вот стоит то чего не видели нигде тестер для пыльцы то есть я так понимаю определяет влажность пыльцы вот цена цена пределах 500 евро да так еще одна штуковина короче во франции как мы поняли увидели много этих штук и поговорили с одним русскоговорящим у них проблема шерстными очень сейчас шумно я отойду и расскажу да вот проблемы с шерстными очень большая поэтому стенд небольшой только такие ловушки продают но клиента возле их прям очередь вон какие прям ящиками их собирают этих шершней так мы то что больше всего мне у них нравится это их не блин спецоборудование реально круть крутячая посмотрите такую на пасеку на себя машинку спецоборудование шумно heeft и